Халид ибн Абдулла не ответит на твою просьбу. Он высокомерен и не признает твоих заслуг в борьбе против хариджитов. А я, клянусь Аллахом, не прекращу и не откажусь от побед, которые мы одержали против них. Я считаю, что тебе нужно повременить с нападением на них. И дать возможность Катрию ибн Фужа собрать воедино все разбросанные силы и напасть на нас первыми? Мы подготовим столько же, сколько и он. Подготовим? Каким образом? Разве ты не видишь положение войск, которые пришли вместе с нами из Басры в Ахваз? Их изнурило сражение, и они истосковались по своим дамам и семьям. А у тех, кто остались в Басре, нет силы воевать. Что толку мобилизовать их? Я считаю, Абу-Язид, что нам следует оставаться в Ахвазе с тем, что у нас есть, пока не придет подкрепление от повелителя правоверных. Когда, если он занят своим походом на Хиджаз? Лучше бы я остался правителем Харасана. Куда делся Мухалла вместе со своими угрозами? Мы подготовились к встрече с ним, но он успокоился. Я думаю, что он отправился собрать подземельный налог с Ахваза, чтобы преподнести его своему господину. Кто же его господин? Он поддерживал Ибн Зубайра, но дело приняло другой оборот, и он стал вассалом Ибн Марвана. Они оба враги. И Мухаллаб наш заклятый враг, кому бы он не склонился. Повелитель правоверных, я считаю, что нам нужно оставить его, если даже мы потеряем Ахваз. Мы здесь в Карамане и Табаристане, они оба покорились тебе и присягнули. А Ахваз не так уж и важен. Ахваз на поступках к Ираку, через него пролегает доступ к нему. Мы потеряли не только Ахваз. Мы будем и дальше терять все мусульманские города, пока не вернем их на путь шариата Аллаха. Не подчиним их его заповедям и не обретем их у претендующих на халифат и отобравших его. И что думает наш повелитель? Абдуль Малик и Зубайр будут заняты войной, пока один из них не уничтожит армию другого. Тогда вмешаемся мы, и положение будет благоприятствовать нам. Прекрасная мысль, повелитель. Мы будем бодрствовать прислонивших своим мечам и задействуем и поднимем их, когда придет время. Игра. 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 Дайв. Интересно, что ждёт меня там? Мухаммад! Мухаммад ибн Юсуф, выйди ко мне! Дурайт? Кто с вами, Сакиф? Закрываете двери, как будто вы отгораживаетесь от того, что происходит. А что происходит? Ты действительно не знаешь? Я бы не отрицал. В чём дело? То, о чём мы говорили, строя предположения, случилось и предстало перед нами. Горе тебе, Дурайт, ты говоришь загадками, скажи, в чём дело? Чтобы увеличить интерес, говори. Хаджач. Твой брат. Что с ним? Он на подступах к Таифу. Возвращаюсь в него. Где он? Подожди немного. Он не пришёл, как сын к дому своего отца. И не как брат, чтобы обнять брата. Он пришёл с армией. С армией, начало которой хвоста его коня, а конец не виден. Повелитель правоверных! Повелитель правоверных! Что с тобой, Саад? Армия Амиядов на подступах к Таифу. Ты уверен в этом? Тот, кто сообщил, мне сообщил, что несколько отрядов армии повернули в сторону Медины, а армия продвинулась вперёд до того места, о котором я сообщил тебе. Под чьим командованием? Мы ещё не удостоверились, но тот, кто сообщил, мне думает, что это Ибн-Юссуф Сакафи. Ибн-Юссуф Сакафи? Иди и созови людей, чтобы собрались в Харами. Давай! Что с тобой? Ты как будто бы не спала всю ночь. Мне не даёт заснуть происходящее. Не успела я покинуть Куфу, чтобы забыть о том, что там видела, и обосноваться в Медине. Как пришла армия аммиядов. В ней не было сражения и не пролилось крови. Но они присутствуют, Рамля. И Медина с этого дня не будет такой, как была прежде, после того, как твоего брата отстранили от халифата. Он вернётся к нему. Ты так считаешь? Как ты невнимательна, Рамля. К Медине свернула только небольшая часть армии аммиядов, и во главе неё мужчина, о котором неизвестно, что он не любит проливать кровь. А большая часть армии прошла дальше к Мекке, и во главе неё Хаджадж, а он имеет склонность к пролитию крови и суровости. Мека не покорится и не унизится перед ним, когда в ней находится мой брат и те, кто с ним. Мы надеемся на это. Ты узнала что-нибудь о моём брате Урве и моих племянниках? Сурайх известил меня о том, что Тарик и Бен Ам предоставил им безопасность, позволив им отправиться в Мекку, и они сейчас готовятся к пути. Хорошо. Мой брат Абдулла сейчас нуждается в них. Хотела бы я быть с ними. О, жители Мекки! О, жители Мекки! Аллах, велик Он и свят! Оказал вам честь, удостоив вас защищать священный дом Аллаха и оберегать его! Вам известно то, что известно, что Ибн Марван Абдул-Малик отправил к вам свою армию, и в их душах зла больше, чем на наконечниках их копий и острых их мечей. Мы пойдём на них, повелитель правоверных! 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 Богобоязненным свойственны признаки, по которым их узнают, и по которым они узнают себя. Довольство предопределением Аллаха, благодарность за Его милости, покорность заповедям Корана и стойкость в несчастье. И мы с тобой будем стойкими! 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 Они пришли разрушить столпы истины и встать на ее ложных обломках. Мы следуем истине! Мы следуем истине! Мы следуем истине! «Ибн Зубаир, две вещи не смогут отнять у тебя жители земли, поклонение и храбрость, а это, клянусь Аллахом, рождается от первого. И поистине, ты мужчина, который не жаждал этого мира, даже на мгновение, но этот мир и стремление к нему ставят нас в такое положение, и он повелитель правоверных, как ты и упомянул, но мы стоим перед делом, которое не осуществляет один человек. Так что скажете, люди, мы присягнули тебе, Ибн Зубаир, и обновили присягу тебе, я не прошу давать присягу сейчас мне, но Священному Дому Аллаха в совокупности с обязательством и верностью, мы станем его защитой и выкупом за него. Мы станем его защитой и выкупом за него. Мы защитим Каабу и выкупим его. Мы защитим Каабу и выкупим его. Вот я и вернулся в Таев. Помнят ли здесь люди ребенка, чье рождение было трудным? Или вспомнят беспомощного учителя детей? Субтитры сделал DimaTorzok Кулаиб, что привело тебя после ухода? Я уходил только для того, чтобы вернуться, отец. Ты не назовешь меня Хаджаджем? Нет, но именем, под которым тебя узнал Таев. И какое нам дело до того, кем ты стал вдали от нас? Вот я снова среди вас. С другим лицом и в новом обличье. Я ушел от вас слабым, ничтожным, и вернулся великим, могущественным и важным. Что с вами? Почему вы не одобряете то, с чем я вернулся к вам и пришел? Ты принес зло и несчастье. Вы считаете это злом и несчастьем? А я считаю благом. Какое благо в битве мусульман и в том, что ты помогаешь амиядам достичь своих желаний? Ты отяготил его, отец. Если он не сын и не брат, так пусть будет гостем среди нас в эти дни. Чёрные дни, подобно чёрной смоле. Я не знаю, что за ними. Почему ты предпочел расположиться вместе со своей армией рядом с Таевом? Вот она, Мекка, перед тобой. Почему ты не ренишься на неё и не избавишь нас от греха своего поступка? Таев – моя родина и место, любимое моей душе. Не хитри. Ни один человек не знал человека, так как я узнал тебя, Кулейб. Как ты и сказал? Человек не знал человека, так как узнал меня ты. Мы уберегали свои уши от новостей о тебе и старались предать забвению тебя и саму память о тебе. Но ты сейчас среди нас, и я открою тебе то, что ты скрываешь и утаиваешь. Если я достиг этого, отец, то это предел моих надежд. Ты сейчас раб Абдул-Малиха ибн Марвана. Ибн Юсуф Ас-Сакафей не станет рабом ни одного из созданий Аллаха. Но ибн Марван, халиф мусульман и повелитель правоверных, облёг меня доверием, и я буду искренне предан и верен ему. Я спросил тебя, почему ты расположился здесь? Я ответил тебе, нет, ты ушёл от ответа. Я открою тебе, что в твоей душе. Она нашёптывает тебе, что мешает тебе стать таким, каким стал Абдул-Малик ибн Марван, и сделать Таев центром своего государства и главным городом государства Сакафитов, подобно тому, как Шам, главный город Амиядов, Медина-Рашидитов, а Мекка-Зубайритов. Разве навредит вам, если это правда, и так оно и случится? Тебе есть остатки до исламских времён, что побудило тебя остаться на время в Таефе, прежде чем напасть на Мекку. Ты до сих пор считаешь, что Мекка заслонила от Таефа свет пророчества, и что Курайш лишила Сакаф пророчества? Вы забываете о том, как с вами поступили Курайшиты? Это ради кого и с чем именем ты сражаешься? Этот Амияд, разве он не Курайшит? «Послушай, Кулейб, ты достиг зрелости, и твоё чистолюбие не даст тебе усидеть на месте, и ничто не остановит тебя на пути достижения своей цели. Но пойми, что у мужчины есть свой вес, и что события предопределены. Я клянусь Аллахом такой, как ты и сказал. Не оставлю поставленную цель, не достигнув её, и не отказываюсь от решения, принятого мною. Мужчина имеет свой вес, и я знаю свой». «И события предопределены, но я знаю, как добраться до своей цели. Если в этом доме, несмотря на то, что он самое дорогое для меня место на земле, мне не хватает места, то Вестаев сейчас принадлежит мне, и скоро будут моими Мекка, Медина и остальные города Хиджаза. «Ты не прогоняешь меня, отец, но я чувствую непереносимую печаль. Ты не позволил мне поцеловать твою руку, когда я вошёл, но не лишай меня этого, когда я ухожу». «Хаджач!» «Хаджач!» «Только ты называл меня этим именем. Чего же ты хочешь?» «Сохлинаю тебя вернуться. Это всего лишь облако гнева, и оно пройдёт. Уже прошло. Я открыла мне, что стоит за ним. Либо ты вернёшься со мной, либо я пойду с тобой. Ни то, ни другое. Мне предстоит труднопроходимый путь, и я удерживаю тебя в стороне от него. Твой отец постарел и нуждается в твоей заботе. Так позаботься о нём». «Я предпочёл попрощаться с вами. Ваше положение не допускает пренебрежения к нему». «И мы враги, командир?» «Да. Мы враги до тех пор, пока не рассеются эти тучи, и, возможно, за ними окажется чистое небо. Возможно. Ты мог убить нас?» «Я не обнажаю меч, кроме как на войне или в поединке. Но меня в Медине не встретило ничто, ради чего обнажают мечи». «Значит, ты остаёшься в Медине?» «Нет. Я командир и воин, и присоединяюсь к армии в Мекке. Наши мечи встретятся с твоим мечом в Мекке». «Да». «И знай, ибн Абдулла ибн Зубаир, то я иду к ней со своим мечом, против моей воли». «Что же заставляет тебя?» «Я воин, и мой долг повиноваться и быть верным». «Даже если верен ложному?» «На войне ложное смешивается с истинным». «И воину не дано знать, где пойдёт его меч. В его власти лишь поднять меч на своего противника. Идите к тому, что ожидает вас. Благословение Аллаха». Что побудило его идти по направлению к Таифу? «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». «Что смешного?» «Клянусь Аллахом, если бы ты не был моим братом, я поступил бы с тобой иначе». «Так прости меня, когда узнаю, что рассмешило тебя». «Повелитель правоверных, ты потребовал от нас скрывать новости о походе Хаджаджа. Когда же мы утаиваем их, ты спрашиваешь нас о них и переводишь разговор на него и Хаджаджа». «Да, в этом человеке есть странная тайна. Если он приходит, ты избегаешь его и желаешь, чтобы он не появлялся в вечность, а если уходит, желаешь, чтобы он пришел». «Так почему он расположился в Таифе?» «Это место, где он родился и вырос, и там его семья». «Это и беспокоит меня». «Чем же это беспокоит тебя?» «Я боюсь, что его окружит его семья из племени Сакив, и они отклонят его от того, что я задумал для него». «Повелитель правоверных, если ты поставишь Хаджаджа перед горой, которая стояла веками, Хаджадж изменил бы ее местоположение». «Да, он таков». «И несмотря на мою неприязнь к нему, я признаю за ним одно – его любовь к Повелителю правоверных». «Я знал об этом, но хотел услышать это от тебя». «Таи, ты ж絡елла, как ты?» «А это не таковая?» «Я знал, что это не неприязнь, что ты согласен, Кажется, Аллах принял мои мольбы. Что привело их из Медины, когда они были в безопасности там? Пойдем. Отведи меня к нему, Мухаммад. Тебе было ненавистно его присутствие перед тобой, так почему ты спешишь к нему теперь? Возможно, я отклоню его с пути, которому он следует. Ты знаешь, что он не сворачивает и не отклоняется от дела. Кроме этого, я не в состоянии слышать об этом и хочу отклонить его от этого дела. Если бы он остался в Таифе, обучая детей Корану, и ему было бы вознаграждение за это, что касается этого, к чему он идет, то в этом большой грех. Возьми меня к нему. Отец в Хаджадже... Не называй его так передо мной. Отец, в его душе есть стремление к величию, и он добился этого. Ты видишь в этом величие, расколе мусульман? Он так не считает, напротив, чтобы объединить их. Под знаменем амиядов? Разве ты не питал склонности к амиядам и не ходил к Маруану ибн Аль-Хакаму? В этом не было пролития крови. Что же до того, чтобы земля наполнилась кровью? Я не потерплю, чтобы мой сын стал причиной пролития крови на ней. Отведи меня к нему. Если это тоска, то утолите ее и удовлетворите. И возвращайтесь в Медину, и оставайтесь там, пока я не позову вас. Что с вами? Вы что-то скрываете от меня? Армия амиядов вошла в Медину, и мы вышли из нее. Что ты сказал? Не повторяй этого больше. Я не смогу выслышать это дважды. Вы не сражались. Сражения не было и в помине. И вы ушли, спасая самих себя? Нас вывел Тарик ибн Амар, когда узнал нас и предоставил нам безопасность. Тарик ибн Амар? Он был во главе армии амиядов. Значит, Медина теперь в руках амиядов. Ибн Амар помешал кровопролитию, предоставив нам безопасность. Значит, главный город Рашидитов теперь попирает армию амиядов. Идите в дом. Оставьте меня одного. Мы пришли, чтобы быть с тобой. Нет, вы не пришли. Вас выгнали. Идите. Оставьте меня одного до тех пор, пока я не позову вас. Идите. Повелитель правоверных, клянусь Аллахом, я не слышал ничего более тягостного для меня, чем то, что я слышал сейчас после потери Ирака и Мусааба. Оставь меня одного. Господин! Юсуфа Сакофии у входа и просит позволения войти! Проклятие тебе! Разве мой отец должен стоять у входа и просить позволения? Пусть войдет! Ибн Сафуан, я надеюсь, ты просветлел душой. Нет, клянусь Аллахом, она очень сильно омрачена. Для меня стало тяжелым ударом то, как поступил мой брат и мои сыновья. Они ушли вот так, оставив город посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И ни в ком из них нет и следа раны. Если их не принудят к битве, считаешь ли ты, Ибн Сафуан, что подобные этим будут сражаться со мной, защищая Мекку и Каабу? Отец! Если бы ты призвал меня, я бы пришел к тебе. Так зачем ты терпишь тяготы пути, чтобы прийти ко мне? Прошу, отец! Прошу! Прошу! Я хочу, чтобы ты отказался от своих намерений и вернул армию Абдуль Малика Абдуль Малику и остался здесь в Таифе, как прежде. Либо остаться в том положении, в каком я был, либо вернуться к нему после всего, чего я достиг. Это смерть! Если я поверну армию от Мекки и Ибн Зубайра, она не послушается меня, когда она идет вместе со мной к этой цели. И нет возврата от того, что уже свершилось. Я хотел для тебя блага. Это выше того, чего ты хотел, и хочу я. В том, к чему я иду, благо для меня. Для тебя, для арабов и для всех мусульман. Какое благо в сражении и кровопролитии. Положение не исправится без этого, отец. Интересно, отец, сколько государств, халифатов и мужчин в странах мусульман, утверждающих, что они повелители правоверных? Я, клянусь Аллахом, стремлюсь к тому, чтобы было единое государство и во главе него один халиф. И это Абдуль Малик ибн Маруан. Он более других годится для этого. Пригодность не измеряется силой, а сила праведностью. Ты видишь праведность Ибн Зубайри? Он лучший из тех представителей власти, кто остался на этой земле. И я не видел в душе подобной его. Его орудие пост, молитвы и поклонения. Что же до орудия Абдуль Малика ибн Маруана, то это деньги и армия. Отец, Ибн Зубайр много молится и постится, но он не пригоден для правления. Непригоден. Значит, Ибн Маруан годится. Кулейб. Ты обучал детей Корану. Я помню и не забываю. Абдуль Малик ибн Маруан, прежде чем ему присягнули, были аскетичным, чистым и набожным, следовал Корану и не расставался с ним. Но после того, как ему присягнули на халифат, забросил Коран и отдалился от него и сказал, «Это расставание между мной и тобой. Это делает власть и правление с верующим». Бремя правления, Отец. Расставание с шариатом Аллаха и сунна его пророка. Твое расставание с Кораном и его толкованием подобно расставанию твоего господина с ним. «Отец, клянусь Аллахом, я люблю тебя. Я обязан всем тебе. Но уволь меня от того, с чем ты пришел ко мне. Это бесполезно. Я все равно не отступлюсь. Если я уйду и ты увидишь меня на стороне Ибн Зубайра, если мой меч падет на твой, ты убьешь меня». Избавь меня от этого горя, Отец, и не испытывай меня. Ты, клянусь Аллахом, не любишь меня и не любишь никого другого, и в твоей душе есть лишь жажда власти и любовь Идем, Мухаммад. Нам не место рядом с ним. Иди с ним, Мухаммад. Что мне сказать? Мы видели в нем гнев, хоть он и скрыл его. Потеря Медины не прошла бы для него без гнева. Напротив, его гнев обращен на нас, из-за того, что мы вышли из нее, получив неприкосновенность. И это разгневало его. Его обрадовало бы, если бы нас убили, как убили нашего дядю Мусааба. Не напоминай об этом. Нет, я напомню, чтобы спросить тебя, если бы моего отца окружил неприятель и уйти от смерти мог, лишь получив безопасность у неприятеля, разве он не воспользовался бы этим и не спасся от смерти? Я присоединяюсь к Хаджаджу ибн Юсуфу. Я оставлю тебя здесь. Медина доверена вам, и вы отвечаете за нее головой. Ей и ее жителям предоставлена неприкосновенность, кроме тех, кто поднимет смуту, соответственно, будет сам виноват. Или откажется быть верным повелителю правоверных Абдуль-Малику ибн Маруану. Или тех, кому его душа внушит злую мысль воспользоваться положением ради своих корыстных целей. И необходимое количество людей останется в Медине. Ты и отряд войск пойдете к горе на рассвете и захватите войско ибн Зубайра. Почему бы не напасть на Мекку всей армии, Эмир? Для начала мы надавим на ибн Зубайра и расколем его силы, прежде чем идти на Мекку. Идите и приготовьтесь до наступления рассвета. Слушаюсь, мой повелитель. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok не пугайся, я пришел за водой. Аль-Хамду лилля. Откуда ты пришел? Какое тебе дело? Мы оба чужаки, и нас объединила эта вода. Эта дорога пролегает между Меккой и Мединой, и несмотря на это ты спрашиваешь, ты идешь из Мекки, из окрестностей Мекки, из Таифа. Таиф? И что в Таифе? И почему ты вышел из него? Я вижу, что ты утолил свою жажду водой, но твое любопытство не утоляется, и ты задаешь много вопросов. Беседа между чужаками-путниками облегчает тяготы пути. Я иду в Таиф, и мог бы узнать обстановку в нем, пока не добрался до него. Почему ты идешь туда, когда его жители покидают его, а ты, чужак, и направляешься к нему? Покидают его? Почему? В нем расположился хаджач, и опустился на него подобно несчастью, чтобы превратить его из города мира безопасности в город страха и войны. «Я не смог больше оставаться в нем». «Что смешного в том, что я сказал?» «Не в том, что ты сказал, а в том, что ты не знаешь, к кому ты обращаешь свои слова. Кто же ты?» «Я Тарик ибн Амар, командир войска хаджача, которого ты назвал несчастьем. Не делай этого. Разве ты не сказал, что пришел за водой? Если хочешь, уходи. Но если захочешь поговорить со мной, то это безопасное место, в нем не было войн со времен битвы у Бадра. Пойдем, пойдем, расскажешь мне». «Расскажи мне про ибну Зубайра. Ты идешь сражаться с тем, кого не знаешь? Мне известно немногое, и то, что я знаю, не подкрепляет мое решение сражаться с ним. Ты ищешь причину для вражды, которая побудила бы тебя сразиться с ним? Ты не найдешь этого в нем. А что по поводу его жадности, да денег, и не жертвует их на людей? Нам они не понадобились, чтобы испытать его имя. Повелитель правоверных Абдульмалик увеличил пожертвования на людей и часто делает подарки, и испортил вас таким образом. Ты не склонишь меня своими словами, я не буду сражаться вместе с хаджаджем, даже если передо мной поставят все сокровища мира. Я ушел из Таифа лишь для того, чтобы уйти подальше от сражения, даже если погибну вдали от поля боя. Пусть так. Скажи мне, ты действительно считаешь, что Амияд Абдульмалик лучше повелителя правоверных Ибн Зубайра? Нет. Почему в таком случае ты сражаешься за него? Я сражаюсь за него ради того, чтобы у мусульман было одно государство и один халиф. Даже если он не является лучшим, лучшие из них постарались внести раскол. Интересно, какой трудный перешейк нам предстоит преодолеть между праведным, носящим раскол, и между менее праведным, пытающимся объединить. Выйдите к ним и прогоните их. Идите с благословением Аллаха. Почему мне не выйти с ними? Нет, Ибн Сафан, я хочу, чтобы ты остался со мной. Мы не для этого, это всего лишь схватка и начало того, что будет за ней Посмотрим, для кого зайдет солнце до этого дня. Вперед! Останься здесь! Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Я ожидал, но гнев отца отдалил тебя от меня Это самое привело меня сейчас Ты значит разгневан? И все жители Таифа А что разгневало их? Они увидели отряд твоей армии, направляющейся к сражению Садись Они думали, что я привел эту армию и расположился вместе с ней в Таифе, чтобы отказаться от того, ради чего я пришел? Скажи мне ты Я скажу тебе не то, что говорят другие, и не то, что думаешь ты Ты вызвал во мне интерес, говори Я считаю, что ты не сможешь нанести поражение Ибн Зубайру и сломить его силы Отправив к нему эти отряды и роты Он сражается на своей земле среди своих людей и тех, кто давал ему присягу А я разве не среди своей семьи? На этот раз нет Ты стал чужаком с тех пор, как ушел отсюда И стал еще более чужим, приведя их с собой Да, я ушел от них, но не вышел против них Но оставим это и вернись к тому, что ты хотел сказать мне о войне с Ибн Зубайром Если ты хочешь победить Куря тебе, Мухаммад Я вышел только ради победы и не вернусь без нее Так пусть твоим путем к ней будут не эти отряды и роты А вся армия и одна битва В которой мечи не вложат ножны до тех пор Пока не будет ясен исход этой битвы Что рассмешило тебя? Ты считаешь мое мнение неразумным? Нет, дело в другом Я знал тебя мирным и ненавидящим войны А вот ты обнаруживаешь передо мной тактику ведения войны Разве ты ненавидел их, когда обучал здесь Корану? Это время прошло Таев помнит тебя таким и для них станет ударом то, каким ты стал Ничего Однажды Таев будет благодарить меня и весь хиджаз будет восхвалять мой поступок Что же до того, чтобы напасть всей армией? То не думай, что это укрылось от меня Она придет в свое время С тем, чтобы не навредить священному дому и тем, кто вблизи нее Знаешь, Мухаммад Это распоряжение повелителя правоверных, данное мне, и ты говоришь об этом И что рассмешило меня так, это то, что мой брат разделяет здесь, в своем доме, в Таифе Мнение халифа мусульман, который находится в столице своего государства Все мусульмане разделяют это мнение Да, все мусульмане Я добивался этого лишь для их блага Послушай, Мухаммад Почему ты не встанешь рядом со мной В том, в чем ты пришел ко мне советчикам Это... Нет Мне ненавистна эта война Я надеялся, что она не случится Но раз эта надежда потеряна И с одной стороны находишься ты, мой брат То мне тягостно, что ты проиграешь ее Значит, ты стоишь между мной и отцом в этом деле Да И Сакиф так же Достаточно того, что они не с Ибн-Зубайром Они так же не с Амиядом Абдальмаликом Меня это печалит Отчего? Я вспомнил Мухтара Ас-Сакафия Он придерживался этого, пока его голова не покатилась между двумя партиями Иди, Мухаммад Я запомню твой совет Я запомнил Мухтара Ас-Сакафия